Строительные организации Строительные организации Хотел бы поблагодарить, конечно, всех ветеранов строительной отрасли, всех причастных к тому благому делу, к строительству нашего города. Ветераны комсомольских строек, люди закаленные, стойкие. Очень часто героем наших сюжетов в День строителя становится Василий Николаевич Пономарев. Он строил современный старый оскол. Работая с 1979 года в специализированном управлении монтажных и земляных работ, в должности главного инженера, директора, он причастен к возведению стольких объектов по всей России, что и не перечислить. Это действительно легенда среди строителей. Трудно даже, я не знаю, с чего начать. В общем, наверное, по большому счету. Значит, ну, во-первых, старый оскол, с самого начала. Участвовали Столинский, Лебединский, Оскольский комбинат с первого колышка. У нас комната Трудовой славы, там все-все написано. У нас буклет есть хороший, там объекты есть. Ну, а дальше что? Кемерово, Магнитогорск, Москва, Сочи, Белгородская область, Курская область, Орловская область. День строителя. Хочу пожелать своим коллегам, ну, во-первых, здоровья, конечно. Потом хороших объектов, благополучия в семье, хорошие зарплаты, счастья. Ну, и всего-всего-всего самого доброго. Многие думают, что первыми на строительную площадку приходят специалисты по земляным работам. Нет, среди представителей строительных профессий есть тех, кто появляется еще раньше. Мы геодезисты, мы первыми приходим на строительную площадку, ну, перед строительной площадкой делаем обоснования, уже после нашей съемки делают уже проекты. После этого мы выносим, там, закрепляем строительные оси. Только после этого уже заходят строители, там, начинают руль котлованы и фундаменты и так далее. Приезжали мы на чистое поле, ну, на площадке УМК, сейчас там стоит цех проката. На территории города с поля начиналось строительство спорткомплекса имени Александра Невского. Заканчивал Староскольский георазведочный техникум, после, ну, потом заканчивал Московский государственный открытый университет. Работал сначала маркшейнером в Газпроме, то есть, ну, буровая компания, бурили, как бы, газ. Ну, после вернулся в родной город и решил, как бы, как и отец, поработать на комбинате. Сергею Монакову вручили благодарность главы администрации Староскольского городского округа. Такой же награды удостойный начальник бюро планово-сметного отдела управления капитального строительства и ремонта в здании и сооружении УМК Лариса Мироненко, а ведущий инженер Павел Демченко получил благодарность местного совета депутатов. Каждый раз новые объекты, что-то интересное, необычное, вот, много людей новых появляется, а в строительстве уже 7 лет. Сопровождал я много объектов уже за 7 лет хватает, вот, но самое интересное, мне кажется, было, это строительство кислородной станции на Оскольском электрометаллическом комбинате. В каждом проекте от строителей зависит точность и выверенность действий, вот, чтобы дальнейшая эксплуатация, ну, не приносила проблем никаких. Это молодые специалисты, которые продолжат дело заслуженных строителей, которые возводят новые социальные объекты, новые дороги, новые цеха и предприятия.